...профессиональной реабилитации воинов АТО на базе Института Прекламной Треологии. Бокалаконные сотрудники научного учреждения работают над проблемами психосоматической реабилитации бойцов. О том, что происходит и будет происходить подробно Сергей Уваров, директор Института Прекламной Треологии, Наталья Лысенко, медицинский руководитель программы психологической реабилитации и Наталья Костиков, где мобилизованы горицы 93-й бригады. Наташа, наверное, с Вас начнем. Вы непосредственно на практике все это осуществляете. Если можно. Ну, наша программа начала работать примерно около года тому назад. Связано это было с тем, что наши друзья, постоянные клиенты, наши знакомые, которые возвращались из зоны АТО, просто поняли, что по возвращении им необходима определенная физическая и психологическая реабилитация. Ну, началось это все еще раз говорю с наших постоянных клиентов, которые знали наш центр, нашу организацию по мирной жизни, приходили к нам оздоравливаться, приводили свои семьи. Поэтому по накатанной дорожке пришли к нам уже, когда стали требовать профессиональной психологической помощи. Ну, и как-то так пошло потихонечку, как это, народ потянулся. На сегодняшний день у нас на базе Института прикладной креологии разработана, ну, по большому счету, уникальная методика. В том числе есть методика, которая, скажем так, основана на аналогах зарубежных. Смысл методики заключается в сочетанном применении аэрокриотерапии, информационно-волновых методик реабилитации, гипнотерапии и последующей психологической помощи. Суть этого метода заключается в том, что предварительное воздействие холодным воздухом оказывает, так скажем, модифицирующее влияние и позволяет психологу, гипнотерапевту, психотерапевту впоследствии работать более эффективно с людьми, которые нуждаются в психологической помощи. В нашем центре работают врачи, терапевт, невропатолог, психотерапевт, нарколог, психиатр, невропатолог. Все доктора высшей категории. В силу возраста и профессии многие из этих докторов на собственном опыте изнутри знают проблему, с которой они работают. У нас среди наших подопечных, среди наших пациентов, мы их не называем пациентами, они наши друзья, есть люди, которые уже смогли на себе испробовать методы лечения, традиционные, ну скажем так, официальные медицины. Проблема заключается в том, что очень многие, не очень многие, я почти все гражданские врачи зачастую не понимают сути проблематики, которая волнует и беспокоит людей демобилизованных. Потому что, если говорить об оказании психологической помощи, то любой человек, который побывал на войне, и любой член семьи, побывавшего на войне, человека нуждается в психологической помощи. Для того, чтобы ее оказать адекватно, для этого надо хотя бы примерно представлять себе, с чем люди столкнулись. Еще раз говорю, в нашем коллективе из наших докторов практически все имеют той или иной степени опыт боевых действий, и все имеют опыт работы с людьми, пострадавшими от психотравмы. Сразу хочу оговориться, что есть у нас, скажем так, три направления. Это первое направление, это люди, которые реально получили так называемую боевую психологическую травму и ее последствия синдрома стрессовых, посттравматического стрессового расстройства. Есть люди, которые нуждаются просто в психологической помощи, связанной с социальной адаптацией, связанной с семейной адаптацией, связанной с тем, что человек, приносящий из зоны АТО какие-то свои травмирующие воспоминания, зачастую просто не имеет возможности выговориться и не имеет слушателей, которые бы понимали, о чем он разговаривает. Более предметно по поводу того, об истории нашего центра, о методиках, о материально-технической базе и о том, как мы работаем на сегодняшний день, расскажет директор нашего центра, по сути, являющийся основоположником методики аэрокриотерапии в Украине. Человек, который создает уникальные криосауны, который, собственно говоря, всю жизнь работает в этом направлении. Уваров Сергей Олегович. Если можно, перестаньте. Вот это? Вот это? На. И желтенький тоже. Что за уникальная методика? Уникальная методика заключается в следующем. Наш центр в прежней жизни, так сказать, работал на оздоровление, на омоложение, на повышение жизненного комфорта харьковчан. Он работает уже более пяти лет. Многие харьковчане, которые следят за своим здоровьем, его хорошо знают, регулярно посещают наши криопроцедуры, видят реальные эффекты, которые получают. И одним из эффектов является изменение психологического состояния человека. Это особенно заметно для людей, которые страдают синдромами хронической усталости, какими-то страхами, вызванными стрессами. Мы это видели в мирной жизни и, в принципе, пытались это корректировать. Когда наступили военные времена, сразу стало понятно, что наша методика может быть востребована, не может быть, а будет востребована, и она высокоэффективна. Наша методика имеет мобилизационный характер. Что я имею в виду? С помощью этой методики в короткие сроки, гораздо более эффективно, чем классические методики, можно осуществлять психологическую реабилитацию людей, пострадавших в зоне конфликта, бойцов АТО и вообще всех, кто перенес какие-то стрессы и на этой почве появились какие-то психологические проблемы. В нашем центре собрались сейчас уникальные люди, которые заинтересованы в этой теме и хотят что-то сделать для того, чтобы изменить ситуацию. В стране ощущается сейчас острая нехватка квалифицированных психологов, которые занимаются боевыми травмами и вообще посттравматическими состояниями. Их просто никогда не готовили, никто не подозревал, что может быть такая ситуация, как сейчас происходит на Востоке, что будет война и придется кого-то реабилитировать. Прежние войны, которые были раньше, это Ованская война и так далее, статистики нет, результаты какие-то, что было с теми бойцами, которые вернулись, никто не, ну, по крайней мере, у нас никто этого не знает. По американской статистике, в течение 20 лет после Вьетнамской войны каждый десятый военнослужащий покончил жизнь самоубийством, каждый второй инвалид покончил жизнь самоубийством. Это страшные цифры и я сомневаюсь, что у нас ситуация будет развиваться по какому-то другому сценарию. Самая главная наша проблема на сегодняшний день является недостаточность финансирования, вернее, полное его отсутствие. Все врачи, которые работают с нами, врачи и психологи, все работают на добровольных началах, на бесплатных началах и, в общем-то, не получают за свою работу ни копейки, хотя отдают массу своего личного времени, вкладывают душу, вкладывают свои знания, умения, чтобы получить нужный результат. Дальнейшее финансирование, мы пока не понимаем, мы участвовали в тендере, и, к сожалению, не нашлось нам оппонентам, чтобы мы могли выиграть в этом тендере. А что за тендер? Тендер был Государственный комитет по делам ветеранов войны и участников АТО, есть такой у нас в Украине, он проводил тендер на закупку. Услух психологической? Услух, да, услух по психологической реабилитации. К сожалению, выступило всего лишь со всей Украины на 126 слотов, 19 компаний, которые предложили свои услуги, из них, насколько я знаю, сыграло 6. То есть, ну, большинство, 90% оказались невостребованы. Они даже не то, что невостребованы, просто, скажем, у нас по Харьковскому региону не нашлось второго человека, который бы участвовал в тендере, ну, и чтобы могли сравнивать и найти победителя этого тендера. То есть, мы свои услуги предложили, но они оказались как бы не востребованы, ну, пока не были пока. А методика наша является, ну, по большому счету, уникальной и, скажем так, приносит очень хорошие результаты. Мы это видим на своих, как сказать, клиентах, они не являются нашими пациентами, это люди, которые проходят у нас реабилитация. Финансирование, то, которое осуществляет государство, было предложено до конца года 50 миллионов гривен. Но, чтобы вы понимали, в Америке в 2013 году на исследование по влиянию трансцендентальной медитации было выделено 3,2 миллиона долларов. То есть, это примерно в 2,5 раза больше, чем у нас на реабилитацию всех бойцов, которые до Нового года должны вернуться в Украину. То есть, цифры несопоставимые, крайне маленькие. Самое главное, что пока эти деньги не доходят до тех людей, которые, в принципе, занимаются этой реабилитацией. В Украине сейчас реально могут оказать квалифицированные услуги по реабилитации этих бойцов, ну, может быть, человек 200. А реально их должно быть, ну, примерно хотя бы раз в 100 больше, чтобы оказывать свою помощь. Причем это касается не только бойцов, которые возвращаются из зоны боевых действий. У нас полтора миллиона переселенцев из зоны боевых действий. Ну, это люди тоже, которые принесли определенные посттравматические расстройства. Вот, наш центр, как бы, продолжает свою работу, независимо от отсутствия финансирования. Естественно, конечно, если бы были финансы, мы могли бы проводить через себя гораздо больше, там, 10, 15, 20 раз людей и оказывать им квалифицированную помощь и, скажем, добиваться тех же результатов, которые добиваются обычно психологи, ну, в 2, в 3, в 5 раз быстрее. Что еще хочется добавить? Наш центр, кроме этой методики, которая уже разработана, которая внедрена и которая защищается в настоящий момент авторские права на эту методику, разрабатываются новые методики, которые, наверное, будут еще более эффективными и которые, скажем так, нашему государству в нашей стекущей ситуации пригодятся обязательно. Мы сотрудничаем с такими грандами, как институт проблем биологии и креомедицины Академии наук Украины, у них есть свои наработки в этом направлении, они все, что касается креологии, ну, как бы, изучают уже на протяжении почти 50 лет, у них уже есть определенный опыт. Мы, кроме того, что разрабатываем методики, разрабатываем образцы нового креологического оборудования, которое может быть востребовано и будет востребовано наверняка в текущей ситуации. Для реабилитации наших пострадавших бойцов, наших людей, которые из зоны конфликта, потребуется этого оборудования достаточно много. Я думаю, что в ближайшее время найдутся люди, которые заинтересуются, потому как в эксплуатации этого оборудования есть и коммерческая составляющая, то есть это может быть, скажем так, какой-то социально-коммерческий совместный проект. Вот, как бы, вкратце все, что хотел сказать. Виталик смущается, ему надо вопросы задавать. Виталик смущается, ему надо вопросы задавать. Он на войне не боялся, а тут он боится. Ну да, по прицелу, вы расскажите, вы наверняка это только на себе уже прочувствовали? Ну да, я уже прочувствовал на себе и, по крайней мере, я уже чувствую немного себя лучше, чем когда-то. Я уже нормально спать начал, потому что до этого я не мог нормально себе спать. Давайте начнем с того, а когда вы демобилизованы? Я демобилизовался 27 апреля в этом году. Как вы попали в центр? С чего начинали? То есть спать вы могли и сколько в том сблился? Ну, меня знакомые привели и сказали, вот есть такое место, куда можно сходить, подлечиться, подлечиться, ну, восстановить свои силы, восстановить свое здоровье. Даже ментальный сон и непосредственно страх, который находился во мне. То есть я всего боялся, я боялся зеленки, боялся, что кто-то что-то на меня нападет. То есть это был страх, это не исчезал, было страшно все равно. Ну, благодаря криосауне, в которой я хожу, я сейчас более нормальный сон отсутствует. Ну, прохожу уже там, если не ошибаюсь, больше 20 курсов. Ну, больше 20 дней, да. Работа с психологами, работа с криосауной, да. Больше 20 дней. Психологи работают, очень приятно общаться, очень снимают вот этот стресс, который в себе находится. Да, вникают в основу. Семья это тяжело, в семье не очень понимают, потому что тяжело найти того человека, который может понять и оценить твою постановку, чтобы дать как-то успокоиться, дать поддержать как-то, а если они просто не знают. А как-то вот психологи работают, находят язык, находят общение, и очень приятно. Сейчас вы спокойнее ленируете на то, как в семье вам обращают, ну, то есть нарушающую реальность. Сейчас уже пожелаю полище. Раньше было, конечно, плохо. Я оглядывался, я боялся всяких хлопков, боялся всего. То есть, ментально, даже ментальных свистов боялся, потому что спутывали с минометом. То есть, это очень страшно. А сейчас, сейчас вот, я намного себя лучше чувствую. Я хоть улыбаюсь, а то до этого времени я не знал, чем улыбаться. Скажите, пожалуйста, своих коллег-помпортимов приводили уже? Советовали кому-то? Еще не встречался, но, конечно, буду советовать, потому что он очень помогает. Давайте перейдем тогда к вопросам. Можете вам узнать, где вы конкретно прострадали? В АТО, где вы? Ну, в основном, Донецк. Вместе к локации, да? В основном, у нас не было постоянного места, где к локации. Мы постоянно были в Узресесе. То есть, мы находились и могли поехать, и в Абдиевку, вся вся щупка тоненькая, пески. Заезжали в Донецкий аэропорт. А военная специализация у вас какая? У меня нет военной специальности. То есть, я городанский человек, я работал продавцом-консультантом. То есть, у меня военная специальность с ним. Меня призвали по мобилизации, я поехал. А кем пришлось работать? Я старшим стрелком был на пехоте. То есть, старше стрелок боевомашенной пехоты. То есть, по необходимости пришлось работать на оператором-новычком боевомашенной пехоты. Методика именно по психосоматической реабилитации. То есть, крио-сауна – это, грубо говоря, база, которая позволяет человека подготовить к дальнейшей работе. С гипнотерапевтом, если это необходимо. С психотерапевтом, если это необходимо. С психологом. Сама по себе аэрокриотерапия. Вот Сергей Олегович не сказал. По большому счету, не по большому, а то есть, это на самом деле. В Украине такая крио-сауна единственная. Это не азот, это охлажденный воздух. Температура охлаждения до минус 70 градусов. То есть, смысл заключается в том, что человеческий организм получает неспецифический стресс. То есть, к холоду мы приспособлены намного лучше, чем к жаре. И организм под воздействием этого стресса включает собственные адаптационные резервы. То есть, таким способом мы, не привнося никакой химии, никаких медикаментов, никаких воздействий жестких, мы заставляем организм вспомнить о том, какие резервы в нем есть, и их включить. То есть, физиологическую составляющую рассказывать не буду. То есть, посредством влияния на поверхностные мотовесцеральные рефлексы включаются механизмы нейрогуморальной регуляции и так далее. После этого, то есть, подбор времени и количества процедур происходит индивидуально на основе диагностики. То есть, наши доктора работают с аэрокриотерапией уже больше 12 лет, поэтому уже за это время наработаны и методики выбора ведения процедур, и методики диагностики. И после того, как человек получил такой, как это сказать, укол адреналина и удовольствия, он идет, занимается в зависимости, как еще раз говорю, по необходимости. Либо с психотерапевтом, либо с психологом. Есть групповые занятия психолога. То есть, грубо говоря, криосауна подготавливает человека к восприятию дальнейших мероприятий, которые проводятся по показаниям. То есть, в том числе, ну вот сейчас, в той группе, в которой Виталик проходил реабилитацию, у нас практически не было людей, зависимых от алкоголя или таблеток. К сожалению, мы вот за этот год видели ситуации, когда приходят люди, вынужденные, ставшие зависимыми от аналгетиков сильных, от сильных психотропных препаратов. Традиционными методами не получается ничего сделать. Поэтому у нас очень хорошие в этом плане результаты. У нас было около 10 людей, которые к нам пришли, скажем так, с клиническими формами посттравматического синдрома. То есть, ну, Виталик, вот говорит, он плохо спал, боялся, а к нам приходят люди, которые боятся выйти из дому, которые не могут разговаривать, у которых бессонница превращается уже просто, как бы, в абсолютный способ жизни. И попадая такой человек, попадая в клинику обычную, гражданскую, да, как демобилизованный, очень многие доктора, они их пытаются лечить, как, ну, клинического сумасшедшего, скажем так. То есть, для того, чтобы с этими людьми работать, человек должен сам понимать или на своей шкуре испытать, что это такое. То есть, тогда проще просто, как бы, вести такого пациента. У нас было некоторое количество пациентов, которых к нам присылали мои коллеги, и, видя этих пациентов своих же, да, которых они лечили через три недели, через месяц, говорили, такого не может быть. Я своим коллегам в таком случае говорю, ну, или давайте дадим этому пациенту Оскара, номинируемого прекрасного актера, либо вам надо понижать квалификацию категории доктора, если вы считаете, что это, ну, вот, как-то так. Есть вопрос? У меня тогда вопросик, сердцу, к вам. То есть, без государственной поддержки, какое количество бойцов вы способны и есть возможность для этого делать на базе ваших отцов? Достаточно сложно сказать, по той простой причине, что все ребята, которые к нам поступают, они все разные, они в разном абсолютно состоянии. Есть люди, которым достаточно, там, 3-4-5 пройти раз крео-сауну, поговорить раз индивидуально, с психологом пройти какое-то групповое занятие, и все, достаточно. Есть люди, которым для этого потребуется, ну, месяцы, которых невозможно, как Наталья, ну, как я сказала, с клиническими формами, их невозможно, там, за 10 дней или за 12 дней привести в нормальное состояние, в принципе. Если, скажем, ну, в среднем, то наш центр в состоянии, там, 30-40-50 человек, если подтянуть нормальных психологов, обучить их, самое главное – обучение. Потому как все психологи, которые у нас работают с бойцами, они по разным поводам бывали в зоне АТО. То есть для них это не загадка, как то, что происходит. Причем не на картинке там где-то, когда флаг вешивают, а вот там побывали под обстрелами, там, ну, кое-чего пережили. Они понимают, о чем речь. И все психологи – профессионалы. То есть у нас все психологи с высшим образованием. Да, все профессионалы с лучшим образованием, доктор, наук, профессор, да. Она мало того, что понимает, она может научить других. А психологи, скажем, которые, обычные практикующие психологи хальковские, 99% они не понимают, о чем разговаривали с этими людьми. Они никогда ничем подобного не сталкивались. И, ну, я не знаю, смогут ли они улучшить. Они могут даже ухудшить состояние человека, потому как они не понимают, о чем вести разговор. Их надо всех обучать. К счастью, у нас есть друзья американские, да, которые ездят, привозят сюда свои знания. Со времен еще Вьетнам, они, ну, с этой проблемой столкнулись, они пытаются как-то свои знания передать. Но, к сожалению, то, что они нам могут передать, это не совсем то, что нам надо. Да, американские войска никогда не воевали с более сильным противником, они никогда не воевали со временем гражданской войны. На своей территории. Да, на своей территории, и они никогда не воевали с точно такими же, то есть, говорящими на том же языке, исповедующими ту же веру. То есть, это совершенно другое восприятие, совершенно другой уровень травматизма. Поэтому мы с удовольствием всегда впитываем то, что они рассказывают. Сейчас есть программа «Израиль хочет помочь тоже по поводу технологической реабилитации». Большое им спасибо. Ну, у нас есть, скажем, дополнение к тому, почему они нас учат, еще свои, скажем, методики, которые мы можем передать нашей стране. Кроме того, сейчас разрабатываются методики новые, не только по психосоматической реабилитации, а, скажем, брать у бойцов фантомные боли. То есть, это большая проблема. Люди, которые лишаются конечностей во время боевых действий, у них остается ощущение, что рука болит, хотя руки на самом деле уже давно нет. Ну, это боль, руки нет, боль реальная. Медицина справляется, как правило, с помощью фармпрепаратов. Других, я не знаю, методик, с помощью чего эти вещи лечатся. Мы можем с помощью наших методик помогать без медикаментозно. Вот так. И, скажем, еще будут, продолжение следует, будут новые методики, будут новые вопросы, будут у нас на них ответы. С помощью холода, да, можно решить очень много вопросов. Значит, в среднем 50 человек в месяц, да? Да, это можно пропускать через нас. Опять же, все разные. То есть, кому-то достаточно там буквально 3-4-5 дней. Ну, все в разных местах в Эвере, да, если, как Виталий, там в Донецком аэропорту воевал, а кто-то может воевать и за всю войну ни разу не стреляет, не увидел разрыва снаряда там или мины. Поэтому все разные, у всех разная психика, разные состояния. Кто-то у кого-то более высокий порог, у кого-то более низкий порог. В зависимости от этого, стоимость лечения, соответственно, может быть одного бойца 1000 гривен, а другого бойца там может и 3-5 тысяч. Плюс, опять же, для всех для них нужна длительная программа психологической реабилитации. То есть, в дальнейшем, чтобы они там собирались. А следующая? Социальная адаптация. Социальная адаптация. Ну, это уже совсем другая история. Ну, сказать, что конкретно мы можем там 50, их может пройти 20, может пройти 120. В зависимости от того, какие у кого потребности и сколько будет работать, самое главное, с ними профессиональный психолог. Оборудования у нас мощности достаточно. Вы примерно рассчитывали, какая финансовая поддержка нужна, для того, чтобы больше, ну, то есть, не только на власть какие-то ресурсы рассчитывать в вашем акцентре, а действительно охватить большее количество бойцов? Ну, где-то в среднем мы считали, когда мы заявлялись на тендер, мы там уже учили около 2000 сумму на одного человека. Это месяц? Это на курс. То есть, чтобы провести, но опять же, когда мы начали уже дальше смотреть, то очень сложно сказать, сколько надо денег. Помощи у нас нет ни волонтерской, ни государственной, то есть, мы пока работаем на подкожном жиле, что называется, на собственных ресурсах. Все, что у нас проходит, материальное, там, аренда электроэнергии, там, расходные материалы, мы все это покупаем за свои деньги. Врачи, специалисты работают у нас бесплатно, на бесплатную основу. Хотя это не совсем правильно. Спасибо вам большое. Надеемся, что все-таки включится какая-то поддержка вашего центра. Мы тоже надеемся. Очень надеемся.